Жилищно-коммунальное хозяйство, социальная защита, поддержка малого бизнеса. В день единого приема граждан люди идут к чиновникам с насущенными проблемами. И уже после того, как пройдены разные инстанции. Петрозаводчанин Игорь Животков, председатель ТСЖ Снегири, объясняет, в течение пяти лет с городскими властями он не может урегулировать вопрос с дорогой, которая ведет к домам жильцов. По сути, она бесхозная, но содержит ее за свой счет горожане. Это обходится им в 130 тысяч рублей ежегодно. Грубо говоря, это нецелевое расходование денег из моего бюджета ТСЖ. То есть, получается, я чищу дорогу, которая принадлежит городу и пользуются все жители. Города она не принадлежит. Ну, вернее, находится на территории, да. Несколько обращений в мэрию, последние в январе этого года, о том, чтобы городу взять на баланс дорогу безрезультатно. Глава региона напоминает вопрос в виде не местных властей, но со своей стороны для содействия в решении проблемы обещает направить письмо главе Петрозаводска с просьбой еще раз рассмотреть данный вопрос. Вопрос предпринимателя Вячеслава Горбачева касается развития его бизнеса. Статус участков, которые были выделены, изменился, и он не может размещать на них объекты капитального строительства. Реализация проекта в сфере туризма зашла в тупик. Прионежские чиновники вопрос не решают. Эта проблема, она не просто решается, но Дмитрий Андреевич Родионов, ему задача такая поставлена. У нас в Лагомпохе есть такие вещи, поэтому, если надо просто скрупулезно, достаточно долго, но решать вопрос в юридическом формате. Глава Карелии дал поручение до 30 апреля заместителю премьер-министра правительства по вопросам экономики Дмитрию Родионову, министру имущественных и земельных отношений Сергею Щебекину. С участием представителей прокуратуры и органов местного самоуправления Прионежья провести координационное совещание и выработать дорожную карту. Проводить дни единого приема граждан по всей республике предложил глава региона Артур Парфенчиков. Как показывает опыт, приемы востребованы и имеют положительные результаты. Светлана Воробьева, Борис Касьянов, САМПТВ, 360.